Что известно о вот этих войсках белорусских вооруженных сил, которые зашли на территорию Украины? Это срочники, контрактники, какие-то подразделения, что вообще известно? Ну вообще у нас нету достоверной информации, что белорусские войска на самом деле сейчас именно вошли. У нас была информация, что войска зашли еще на той неделе и взяли под контроль Чернобыль, российские и белорусские объединенные части. Значит, это были силы специальных операций, в Белоруссии их три бригады, в Витебске, в Бресте и в Мариной Горке. Была создана сводная группа, которая как раз вот и этим занимается. Это единственные боеспособные войска на территории Белоруссии. А какая их численность? Вот этих боеспособных? Три бригады, примерно около пяти тысяч человек. Но вошли не все, вошла только часть, сводный отряд, так называемый, самая боеспособная из них. То есть они укомплектованы срочниками в том числе. Большая часть это срочники. А зачем, по вашему мнению, белорусские войска присоединились? Потому что Россия сама не справлялась? Вообще лучше их не называть белорусские войска. Это войска Лукашенко. Потому что все белорусы против этой войны. И они считают, что Украина это наша сестра. То есть мы родные, это славянские народы. Много родственников у белорусов в Украине и наоборот. И мы ездили всегда друг к другу в гости. И говорить, что это белорусские войска не стоит. Нужно говорить, что это войска Лукашенко. Безусловно. Я так полагаю, что корректно будет сказать, что это формально вооруженные силы Беларуси. Как это правильно сказать тогда в таком случае? Ну формально да. Но мы знаем, что Лукашенко это преступник, который захватил власть в августе 2020 года незаконно. И все, кто ему служит, они совершают преступление вместе с ним. Незаконный захват власти. Поэтому это не белорусские войска. 80% населения были против Лукашенко. Они голосовали против, и он захватил власть. Он узурпатор, он преступник. Вот поэтому сейчас я знаю в Польше и в Литве очень много белорусов, которые сбежали от режима. Они поехали сейчас воевать в Украину на стороне Украины. И мы помогаем им материально, покупаем обмундирование. В Варшаве создан сборный пункт белорусов. Там проходит обучение белорусов, которые хотят поехать. И, возможно, которые могут присоединиться к этому иностранному легиону, который... Да, да, уже белорусов много. Мы держим с ними связь. И в Киеве, и во Львове есть. И поехали, и в Мариуполь также белорусы. Александр, у меня такой вопрос... Вот и мы все-таки с ним помогаем. У меня такой вопрос. А какие были возможности и были ли возможности у тех, кто все-таки пошел на эту интервенцию, вот этих срочников, какие у них были возможности не делать этого, отказаться от этого? Это люди, которые поддерживают Лукашенко, или это просто те, которые, ну, заложники ситуации? Ну вот смотрите, перед войной у нас были учения в Брестской области, так? Въехали российские войска, и у белорусов, у солдат были отобраны мобильные телефоны. И до сих пор мобильные телефоны им не были возвращены. О том, что началась война, они слышали какие-то слухи. Они вообще не понимают, что происходит на самом деле. То есть им даже родственники дозвониться не могут. Вот мы обращались к матерям, чтобы они нашли своих детей. То есть их изолировали заранее, и они находятся в вакууме. Вот, и по белорусскому телевидению вещается, что уже полукраины захвачено, и остался только Киев. Или даже в некоторых новостях говорили, что и Киев захвачен. Они вообще ничего не понимают. Но мы призывали несколько раз не выполнить преступный приказ, просто не пересекать границу. И мы обращались к военнослужащим, ну не белорусским, а Лукашенко. При встрече с украинцами бросайте оружие, портите технику и сдавайтесь в плен. Они убивают... Александр, большое вам спасибо. Мы просто вынуждены двигаться дальше.